Те проблемы в отношениях с женщинами, которые мы здесь обсуждаем, возникли не вчера. Мужчины сталкивались с ними на протяжении всей истории человечества и всегда пытались найти способы их решения. Например, заказанный факт, что до революции девушке невозможно было выйти замуж в том случае, если ее родители не давали будущему мужу за нее какое-то приданное – имуществом или деньгами. То есть, обратите внимание, сама по себе девушка, без приданного, для мужчины не имела никакой ценности. Он готов был на ней жениться только в том случае, если ему за это платили. И еще обращаю ваше внимание на то, что я говорю именно девушка, а не женщина. Потому что баба, которая уже побывала в употреблении, не представляла для мужчины никакой ценности вообще. Единственный путь ей был только в проститутке. Я думаю, что для большинства из тех, кто меня смотрит, я сейчас не сказал ничего нового. Но вот то, что я скажу дальше, думаю, многие из вас узнают впервые. После революции маятник очнулся в другую сторону. И вы не поверите, но у женщин появились сексуальные обязанности, которые они должны были исполнять. Если вы мне не верите или не понимаете, о чем я сейчас говорю, то в конце своего ролика я приложу скрин одного из периодических изданий того времени. И как вы сами можете увидеть, там прямо написано, что женщина должна выполнять свои сексуальные обязанности перед мужчинами, причем перед любыми. Что я хочу сказать в своем видео. Меняются обстоятельства, меняются времена, но природа человека остается неизменной. Относитесь к ней так, как к ней всегда относились мужчины от времен сотворения мира. Не ставьте ее на пьедестал, она этого не заслуживает. Поймите, что женщина – это не более чем приложение к вашей жизни. И будет вам счастье.